Здравствуйте! В эфире программа в теме. С вами Елена Ховрастенко. Суперхит сегодняшнего дня информации о том, что похищенный тульский бизнесмен и политик, владелец торговой сети Спар Антон Белобрагин оказался найден. Более того, жив и здоров. В результате вся эта история здорово смахивает на крутой детективный сериал. По неофициальной информации, бизнесмен заявил, что его пытался убить конкурент. Тогда полиции пришлось инсценировать пропажу Белобрагина. Кстати, наши аплодисменты правоохранителям. При подготовке декорации к этому спектаклю они проявили недюжинную фантазию и мастерство в реализации задуманного. Все шокирующие подробности получились невероятно достоверными. Напоминаем, Лексус бизнесмена был найден неподалеку от поселка Косая гора в Кювете. Автомобиль располагался так, будто попал в ДТП. Одна из его дверей была открыта, стекло со стороны водителя повреждено, в салоне машины следы крови. Глядя на всю эту картину маслом, злодеи ни в чем ни на минуту не усомнились. Ну, разве что, наверное, удивлялись невероятные популярности Антона Белобрагина. Типа, человек просто нарасхват. Даже нормально убить его не получаются. Везде конкуренты. И еще один вывод из этой истории. Все-таки аналогия с беспределом 90-х годов просто напрашивается. Правда, в те годы, если кого-то надумывали убить, то у злодеев, как правило, это получалось. Нельзя не признать, что профессионализм нашей полиции в сравнении с тем периодом значительно вырос. Сейчас задержали и потенциальных исполнителей заказного убийства, и его организатора. И все это до, а не после предполагаемого события, что уже само по себе очень хорошо. И все-таки подобных блокбастеров в стиле 90-х годов у нас уже давненько не было. А раз подобный сюжет у нас все же появился, всем следует быть на стороже. И властям, и правоохранителям, и даже простым обывателям. За первой ласточкой могут появиться и другие. Похоже, ностальгия по криминальным 90-м набирает обороты.